Военные сборы, это вам не шутки, вот только представьте, живете вы себе в УЗ, не дуете, может быть и УЗов нету, а может быть и есть уже такие большие развесистые, а тут повестка из военкомата, и вроде бы не мальчик уже, а приходится сапоги-то обувать. Как проходят в Беларуси военные сборы, кого, куда и зачем могут призвать, все эти вопросы мы сегодня детально разберем вместе с нашим гостем. Итак, встречайте, сегодня в гостях у студии «Хорошего настроения» начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, полковник Александр Шальпук. Доброе утро. Доброе утро. Ну расскажите нам, пожалуйста, что вообще такое эти военные сборы, кто попадает под призыв? Я побрился на всякий случай уже, и стрижка, наверное, уже пойдет, да, еще? Ну, еще если чуть-чуть. А, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще немножко. То есть мы сейчас не берем тех призывников, которые молодые ребята, военно обязанные, которые должны обязательно пройти срочную службу. Это другие какие-то люди, менее молодые. Объясните нам, пожалуйста. Это другая категория людей. На военные сборы призываются военно обязанные, которые находятся в запасе. Это те, которые отслужили срочную или нет? Они могут отслужить срочную военную службу, службу в резерве. Они не могут по каким-то обстоятельствам не быть призваны на срочную службу, либо службу в резерве. То есть, условно говоря, они могли отучиться там, где была военная категория, да? После 27 лет граждане Республики Беларусь мужского пола переходят в разряд военно обязанных, которые находятся в запасе. Но это от 27, извините, и до? До 65 лет. Так, вот. То есть, видите, рано собаки прятать на печку. Кстати, есть учебные, есть проверочные сборы. Расшифруйте нам эти понятия. Военные сборы подразделяются у нас в Республике Беларусь на проверочные сборы. Проверочные сборы – это сборы по проверке мобилизационной готовности войск, военных комиссариатов. А учебные сборы, они тоже подразделяются на три вида. Как правило, на проверочные сборы военно обязанное призывается на срок до 35 дней. На учебные сборы, в зависимости от вида учебных сборов. Если это сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса, то это до 25 дней. Если на сборы по подготовке по военно-учетной специальности, это до 60 дней. А если на сборы на штатных должностях, то до 25 дней. А вот максимум получается два месяца, да? Да, максимум. Человек куда-то уходит из семьи, с работы, от всех. Пришел в военкомат, договорился, заберите меня месяца на два. А бывает такое, что просят сами? Я вам скажу, что было немало случаев, когда военнообязанные приходили в военный комиссариат с просьбой, что вот, говорит, мы давно не были на военных сборах, как-то навыки утратились, хотелось бы побывать на военных сборах. И таких случаев очень много. А скажите, вот как действительно люди могут оставить семью, детей, работу? Да, от семьи, от детей. Вот как на работе это как-то зачисляется, то есть отпускают спокойно, либо надо договариваться. Зарплата. А, кстати, а что делаете индивидуальным предпринимателям? Вот такие житейские вопросы, как вы решаете? Военнообязанные при призыве на военные сборы на месте работы, где он работал за ним, остается это рабочее место на время прохождения военных сборов. А зарплата остается? Наниматель за время прохождения военных сборов сплатит данному военнообязанному средний заработок. Индивидуальные предприниматели, военнообязанные, которые временно не работают, или безработные, тоже получают денежную компенсацию. Данная денежная компенсация выплачивается местными исполнительными и распорядительными органами власти. Понятно, человек получает там среднюю зарплату, но плюс он на полное удовольствие идет, я так понимаю, да? Да, за время прохождения военных сборов он становится на все виды материального и денежного удовольствия. Абут, одет, все прекрасно, накормлен, но еще и денежное удовольствие за время прохождения сборов он тоже получит. Кроме среднего заработка. Средняя заработная плата по месту работы, основные деньги, которые там он, ну, может, не сильно большие, но тоже получит, плюс полное удовольствие, в общем, в тепле, сыто, будет все. Саша, уже все поняли, не волнуйся, Александр вручит тебе повестку сразу же после эфира, мы уже договорились. Ну, есть и причины, по которым нельзя призвать в мирное время военнообязанных на военные сборы. Вот, перечислите. Да, все эти причины очень много, они оговорены с 71-й статьей закона Республики Беларусь. О воинской обязанности и воинской службе. К примеру, преподаватели в школах в мирное время не призываются на военные сборы. Депутаты национального собрания тоже не призываются на военные. Ну, и там есть определенный перечень. Их программ не вызываются. Да нет, я забирайте. Я ради Родины готова пожертвовать ведущим. А у меня еще вопрос. А вот такая практика, она существует только в странах СНГ или, в принципе, в мире такая практика также используется? Практика это не только в СНГ. Это была и в Советском Союзе, и в России, и в странах ближнего и дальнего зарубежья тоже проходят различного рода военные сборы. Тоже, наверное, не каждого вы примете по состоянию здоровья и по физическим каким-то данным? Состояние здоровья, конечно, учитывается. Физическое состояние человека учитывается. К примеру, при призыве на сборы силы специальных операций, специального назначения, они обязательно проходят медицинское освидетельствование. Александр, ну еще такой маленький вопрос. Если обычно срочная служба – это призыв осенний-весенний, то тут товарищам постарше когда ждать письмо счастья? В течение года. В любой момент. Все в зависимости от того, какие мероприятия будут проходить в вооруженных силах. – Но время-то на сборы будет, чтобы какие-то сухарики подсушились? – Да, значит, перед тем, как призвать военнообязанного на данный вид сборов, он, если есть необходимость, он будет вызван в военный комиссариат, пройдет медицинское освидетельствование. За 10 дней до того, когда он должен прибыть в военный комиссариат и убыть на военные сборы в воинскую часть или организацию, ему вручается повестка. То есть это не то, что вот сегодня пришли и завтра убыли. Единственным исключением является – это проверочные сборы. Если призывается на проверочные сборы, то он может получить сегодня повестку, и к указанному сроку в повестке он должен явиться на данный вид сборов. – Все понятно. И в принципе ничего собирать не нужно, потому что все есть, все включено. All inclusive. Спасибо Александру, что пришли в студию хорошего настроения и все нам подробно рассказали и объяснили. Мы мирная страна, но сильная армия еще никому не помешала. Ну а я напомню, у нас в студии был начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь Александр Шальпук. Мы идем провожать нашего гостя, а вы смотрите новости 24 часа. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok